«Это он в меня влюбился. Слышите?» — закричала вдруг Аня и расплакалась. «Будет, будет!» — утешала ее Ольга Владимировна, прижимая к себе. «Совсем еще девочка! Хатиматрона и декабристка, и Аглая!» «Я уже вся мокрая от твоих слез. Доктор Хачатурян скажет, что я купалась, чем грубо нарушила санаторный режим. Еще освободит от отдыха досрочно!» Аня подняла на нее глаза. В них уже горели задорные огоньки, хотя ресницы были еще мокрые. «Ольга Владимировна, а пойдемте купаться? Всего-то 6 сентября, назло всем!» Николай Пророк уже, кажется, три недели, как камень опустил в воду, по-народному поверью. «Чихать! Вот-вот, будем потом чихать. Да у меня и купальника нет. А кто увидит? Кому в голову взбредет такое, кроме нас? Ну, решайтесь. Слабо?» «Да ничего не слабо», — обиделась Ольга Владимировна. «Ну, только одним махом, туда и обратно. Чего ты на меня уставилась? Или ты собираешься купаться в одежде?» «Вы богиня, Ольга Владимировна. Никогда еще я не купалась с богиней. Только с разбега, а то ноги сведет. Я все решила. Надо жить, как в воду». «Мамочка!» «Тамара Леонидовна рассказала мне про ваши проблемы. И мои проблемы как раз ваш профиль. Невелико совпадение, Анна Алексеевна. Страхи реальные и страхи мнимые вообще характерны для человека, а для современного особенно. Вы знаете, откуда берется гипержестокость в нашем мире? Думаете, из телевизионных боевиков и триллеров? В очень малой степени. В основном из животного страха. Жертве наносят множество ударов ножом, хотя хватило бы одного-двух. Избивают человека ногами долго-долго, пока он не превратится в тряпку. Почему? Потому что убийца боится жертвы. Вам кажется парадоксальной эта мысль? Аня мысль не показалась парадоксальной. А вот ее носитель, то есть доктор Розов, показался маньяком. Руки у него были еще более волосатые, а нос еще более орлиный, чем у доктора Хачатуряна. Самой же парадоксальной в Розове была его голова, одновременно и лысая, и лохматая. Но, видимо, так было нужно для правильного воздействия на пациента. Цвет стен и гордин в кабинете тоже были подобраны с этой целью. На стене висела небольшая картина, очень похожая по сюжету и композиции, на те, которые описал Иероним в последний период своего творчества. То есть сценка из эротической жизни пятен и палочек. На противоположной стене раскачивался небольшой маятник без часов. Какой-то странный предмет был в руках доктора Розова. Он то прятал его в рукав, то вообще запирал в стол, но тут же доставал снова. Но что это была за вещь, при всем желании рассмотреть было нереально. Возможно, что никакого предмета не было вообще, но зато у собеседника было непреодолимое желание его увидеть. «Мы просто свидетели очередного этапа биологической эволюции», продолжал свою речь Розов. Но стереотипы аварийного поведения человека остались те же, что и тысячи лет назад. Ажитация, ступор, сумеречное состояние. Судя по вашему рассказу, у вас наблюдалось именно сумеречное состояние, выраженное в провалах памяти. Вот, например, эпизод с книгой. Наткнувшись случайно на эти шекспировские строки, вы, скорее всего, просто уничтожили эту страницу, вырвали и взорвали. «Съела», – подсказала Аня. «Не исключено, о чем теперь не помните. Страх необходим человеку, как прямая реакция на конкретную ситуацию. Если же из кратковременного эмоционального состояния он переходит в длительное или постоянное, тут требуется серьезное вмешательство. Давайте сделаем с вами небольшое психическое упражнение, точнее проведем работу над вашей психикой. Вы слышали что-нибудь о бессознательном?» Ну, Зигмунд Фрейд, а потом Карл Юнг, стала припоминать Аня, подозревая, что этот вопрос уже является частью упражнения. У Юнга была идея, что бессознательное не просто толкает человека на разные поступки, но и определяет его гениальную линию, стремление к душевному благополучию, счастью. «Совершенно верно», – растрогался доктор. «Удивительная начитанность для современной девушки. Если вы спросите, откуда я знаю это, не отвечу ни за что. Наверное, оттуда, из глубин бессознательного. Из него самого. Хотите установить временную связь со своим бессознательным? Прямо сейчас и совершенно безопасно для вашей психики, по крайней мере, в моем присутствии». «Ну, давайте попробуем», – пожалуй, плечами Аня. Доктор Розов встал и заходил по кабинету в такт на стенному маятнику без часов. «Религиозная практика называет его ангелом-хранителем», – заговорил он, делая заметные паузы между словами. «Я назову его внутренним советчиком». «В обычном состоянии люди помнят не более 1% от того, что помнит их психика. Она же помнит абсолютно все с самого первого дня. Все мелочи, детали, оттенки вкуса, цвета и запаха. Это богатейшая коллекция. И проникнуть туда – заветная мечта любого человека». «Разве вы, Анна Алексеевна, когда-нибудь не пытались что-нибудь вспоминать долго и мучительно? А там все, представьте, сохранено. Ничего не сгорело в огне жизни». «Рукописи не горят». «Правильно, там настоящая Александрийская библиотека древних рукописей». «Современному человеку больше понятно сравнение с компьютером. В нем содержится Балтийское море информации. Розов указал на окно, за гординой которого открывался вид на залив. Для решения задачи требуется открытие всего только нескольких файлов. Всего одну полку в библиотеке надо открыть. Внутренний советчик – только один из инструментов сознания, с помощью которого можно решить ту или иную проблему. Повторяю, мы не будем мутить все море, как пушкинский балда. Нас интересует только один маленький бесенок. Внимательно смотрите на своего внутреннего советчика, потому что вы увидите один из образов вашего внутреннего «я». Итак, сядьте в кресло поудобнее. Закройте глаза, полностью расслабьтесь. Дышите медленно и легко. Считайте выдохи. Представьте, что вы находитесь в прозрачном, спокойном лесу. Вы здесь в безопасности. Вам уютно, как дома. Сейчас вы привыкнете и сможете различать даже породы, деревьев, листья, травы, цветы. Посмотрите по сторонам. Есть ли здесь тропинка? Аня действительно увидела едва заметную дорожку в траве. Вроде она поднималась немного вверх, но идти по ней было легко и приятно. Аня не понимала, сколько времени она шла, потому что дело было не в количестве шагов, а в чем-то другом. Вдруг за деревьями она увидела голубой просвет, будто за ними скрывалось озеро или река. Но по мере приближения просвет не увеличивался, не расширялся, а наоборот собирался в одном месте. Когда Аня вышла на поляну и увидела женскую фигуру в не спадавших белых одеждах, сияние почти исчезло. Казалось, что белая ткань отражает цвет невидимого светила. Или это легкое свечение исходило вместе с ароматом от гирлянды каких-то причудливых цветов, которыми были украшены волосы и одежды девушки. Девушка стояла Кане спиной, и та, подчиняясь командам извне, стала ждать. Сначала она чувствовала спокойствие и умиротворение, глядя на белую фигуру. Но скоро девушка стала медленно поворачиваться, и Аня заволновалась, даже попыталась сделать шаг назад, но ей не позволили. У девушки было лицо непривычной, чужой красоты, будто бы она была из другой эпохи. Черты лица ее были выписаны как будто хорошо отточенным карандашом, но еще не заштрихованы светотенью. «Как тебя зовут?» — спросила Аня, подчиняясь чьему-то приказу. Офелия ответила девушка, хотя Аня уже сама догадалась. «Проси о помощи!» — подсказали ей. «Помоги мне!» — попросила Аня. «Я уже помогала тебе. Подсказывала, намекала. Тебе достаточно было только внимательно слушать и смотреть. А теперь пусть все идет, как идет. Розмарин тебе не нужен. Зачем тебе сейчас память? А вот Анютины глазки пригодятся. Думай. Анютины глазки — это твой цветок, а мой — богородица на трава. По-другому — рута. Но сейчас наступает время плести гирлянды из лютика и купав. Особенно будет красив цветок, который наши девушки называют «ногти мертвеца». Аня хотела задать вопрос, но ее остановили. Не позволили прервать Офелию. Принц Гамлет стал совсем другим, словно он вернулся не из Англии, а из страны мертвых. А в этой стране все было не так, как учат нас священники или ученые. Там нет и следа земной логики. Нет там места и божественному откровению. И Гамлет обернулся озриком. Ты видела его превращение? Для чего? Для мести? Для борьбы? Чтобы отказаться от собственного счастья? Ты знаешь эту игру. Ее правила просты. Нельзя быть счастливым. А если вдруг случилось с тобой такое приключение? Счастье вдруг закрутило тебя. Откажись. Уйди. Отвергни. Но Гамлет слаб. Он озрик наполовину. Он может только становиться хуже, чтобы счастье, наконец, само покинуло его. Для озрика достаточно земли, скотины. Ведь он крупнопоместная галка. Но Гамлет пробуждается опять ото сна и делает последнюю попытку. Но рапирой озрик не владеет, а Гамлету уж слишком поздно. Пока Офелия говорила, у Ани было чувство, что она постепенно понимает эту словесную вязь. Вот-вот и ей откроется сокрытый за нею тайный смысл происходящего с нею. Еще чуть-чуть, и все разрешится. Аня успела сделать только полшага назад и повернуть немного голову, как почувствовала себя сидящей в кресле. «Один, два, три», — считал доктор Розов. «Открывайте глаза. Как вы себя чувствуете? Все в порядке?» «Да, все хорошо». «Кого вы видели?» «Офелию». «Ту самую, из Шекспира». «Она ответила на ваш вопрос?» «Вроде да, вроде нет. Она говорила как-то сумбурно, сбивчиво. Ничего напрямую. О цветах, о Гамлете, об Озрике». «Озрик? Это еще кто?» «Это тоже персонаж из Гамлета, землевладелец, скользкая личность, пройдоха. В трагедии он приносит Гамлету вызов от Лаэрта». «Скажите мне вот что, Анна Алексеевна. Доктор Розов стал что-то быстро записывать в журнал. Вы чувствовали себя комфортно рядом с Офелией? Или ощущали, напротив, дискомфорт?» «Не могу сказать, что очень комфортно, призналась Аня. Немного неуютно. В общем, рядом с ней как-то неспокойно. Офелия все-таки трагический персонаж. Сошедшая с ума, безумная». «Вот именно. Было видно, как Розов ставит точку в конце длинного предложения. Поэтому мне кажется, что вы видели перед собой не внутреннего советчика, а образ воплощения мучающих вас проблем. Понимаете меня?» «Доктор Розов встал и опять заходил по комнате в такт настенному маятнику. «Вот от этих проблем, страхов, депрессий я хочу помочь вам избавиться». «Он встал за противоположным креслом, опираясь на него руками. Сейчас он был похож на большую хищную птицу, влетевшую в кабинет и севшую на спинку кресла. А Ане показалось, что птица смотрит на нее, как на будущую добычу. «Офелия не утонула. Она живет в вас, Анна Алексеевна. Пьеса не сыграна до конца. Страхи, сомнения, неуверенность, воплощенные в этом образе, мешают вам жить, вызывают видения, толкают на непредсказуемые поступки. Чтобы вы жили нормальной жизнью, Афелия должна умереть. «Я должна вернуться в этот лес и убить ее?» «Нет, вам это не удастся. Но вспомните психотренинг наших предков. Они поражали своими копьями и каменными топорами, нарисованных на скале животных. Иногда они поражали в инсценированной охоте переодетого в оленя или мамонта-шамана. Это не детские шалости на заре цивилизации, а хорошо продуманная, доведенная до совершенства, система психотренинга, избавлявшая наших предков от страха, неуверенности. С ее помощью они выжили и дали жить следующим поколениям, то есть нам с вами. Приблизительно этим мы и будем завтра заниматься. Будем готовиться к охоте?» – улыбнулась Аня. «Будем охотиться за вашими страхами», – уточнил доктор Розов. «Афелия по пьесе должна утонуть. Она и утонет завтра. С ней уйдут глубоко на дно ваши страхи». «Я должна буду тонуть в Финском заливе?» «Тонуть будет Афелия, а не вы. Вам нужно будет сыграть ее роль до определенного момента. А Финский залив для этого не годится. Здесь неподалеку есть лесное озеро. Вы еще там не были?» «Очень живописное место. Вам понравится». За ужином бухгалтер Татьяна Викторовна была чем-то раздражена и озлоблена. Анатоль потерян и расстроен. «Кто придумал эту молочнокислую диету и фруктовые супы?» – бормотал он. «Человек – это животное. Он должен рвать зубами мясо и глодать кости», – говорил он слабеющим голосом, «виновата, поглядывая на Татьяну Викторовну. Хоть бы яичко на ужин дали». «Плохому танцору они мешают, а кое-кому уже не помогают», – заметила бухгалтер спецтуннеля, даже не глядя на хищника. «Просто мужчине не надо отклоняться от своего представления о женщине», – сказал на это Анатоль, поглядывая искоса то на Аню, то на Ольгу Владимировну, которые низко опускали головы и старались не смотреть друг на друга, чтобы не расхохотаться. «Вот гепард охотится за антилопами Томпсона, львы за зебрами и антилопами дну. Их бы постигла большая неудача, если бы они вдруг напали на бегемота». Татьяна Викторовна, пока он говорил, делала вид, что не слушает. Но при упоминании этого млекопитающего она бросила десертную ложечку на блюдце, чтобы не было больше звона. «Да, мне лучшие мужчины спецтуннеля говорят, что у меня самые красивые ноги среди всех строительных трестов», – воскликнула она с большим достоинством. «В день получки, – говорят, – спросил ехидно Анатоль, понемногу начавший оправляться после своего досадного поражения. Даже когда она задерживается, яростно парировала бухгалтер, но неожиданно смягчилась. «За внучатами тебе надо бегать, дедушка». «Миленькие детки, дайте только срок. Будет вам и белка, будет и свисток». «Свисток тебе, Анатоль, пора из дерева вытачивать. А белка твоя уже ускакала навсегда». Она встала из-за стола и гордо пошла к выходу, как всегда, в короткой юбке, жертва обмана своих сотрудников, ожидавших зарплаты. «А может, она права? – спросил Анатоль, провожая ее потухшим взглядом. «Вы насчет ног Татьяны Викторовны? – спросила Ольга Владимировна. «Нет, насчет свистка. Простите, насчет белки. Все-таки хотелось бы, чтобы эта белка была не бухгалтером, а вами, Ольга Владимировна. И вами, Анечка. Но, видно, ничего тут уже не поделаешь». Он вскочил из-за стола, шаркнул ножкой, поклонился дамам, как юный корнет, и легкой, но дававшейся ему с большим трудом походкой, тоже направился к выходу. «Ты, кажется, слишком дисциплинированная пациентка, – сказала Ольга Владимировна, – когда они с Аней остались за столиком вдвоем. По-моему, не все таблетки надо глотать. Не на все психологические эксперименты надо соглашаться. К тому же еще неизвестно, что это были видения. Оля, ты права. После совместного крещения холодной водой залива они были на «ты». Я бы никогда не поверила в такие опыты и не стала участвовать в языческом камлании, если бы я своими глазами не видела Офелии. Ни из кино, ни из спектакля, а откуда-то из совсем другого мира, который имеет ко мне прямое отношение. В ее странных словах было столько близкого и понятного мне, как сейчас с тобой. Только рядом с тобой мне спокойно, а там мне было тревожно, как-то не по себе. Поэтому твоим ангелом-хранителем должна быть я, а не сумасшедшая Офелия. Ты вообще можешь восстановить, что она говорила? Ты говоришь «она», но ведь это тоже я. Это часть меня, только поднявшаяся из глубины бессознательного, из тихого омута. Если не утопить ее сейчас, не отправить назад в омут, она захватит меня все без остатка. Я сейчас пойду к этому доктору Розову и скажу, что мы вчера уже искупались. Поэтому нельзя ли это купание задним числом засчитать, как обряд утопления Офелии? Вот увидишь, он согласится. Современная психопатия, то есть психиатрия, наверняка может поправить тебе подсознание и излечить любой синдром в обратном порядке, как раньше делали католические священники. Давай я схожу к нему и куплю у него для тебя индульгенцию, что Офелия утоплена вчерашним днем. К тому же, ты уверена, что вода в озере теплее, чем в заливе? Или Офелия будет топиться с водкой и костром? За компанию с тобой в роли Катерины Кабановой из «Грозы», улыбнулась Аня. Спасибо, мне Катерина Кабанова в роли внутреннего советчика не нужна. Почему люди не летают, как птицы? Вот дура, потому что нет крыльев, перьев и удельный вес не тот. Слушай, Аня, а давай сбежим из этого санатория. Купим путевки и махнем в Данию, к принцу Гамлету, в Альсинор. Купим там куклу Офелии, для туристов они наверняка продаются. И утопим ее тебе на здоровье, если уж тебя так забрало. Вот именно забрало, Оля. Как тебе сказать? Я должна пройти этот путь до конца. Не смейся. К тому же нырять никуда не надо. Доктор Розов сказал, что достаточно будет бросить венок в воду. Да и вообще, Розов велел мне молчать, как рыбе, об этом опыте. Потому что мне необходимо полное сосредоточение и одиночество. Иначе? А что иначе? Я ему клятвенно обещала молчать, а вот взяла и тебе все разболтала. Ну, хоть на этом спасибо, покачала головой Ольга Владимировна. Но учти, что мне эта история совсем не нравится. Что-то не в порядке в датском королевстве. Глава 24. Начинай, убийца. Ну, чума ты этакая. Брось свои безбожные рожи и начинай. Ну, взывает к мести каркающий ворон. Разве вы не будете рядом со мной, доктор? Вы слишком привыкли к мужским эскортам, Анна Алексеевна. А если серьезно, то во время свидания с внутренним советчиком, я же вас не сопровождал, вы и в бессознательном, без меня отлично справились. Сейчас же вы будете в настоящем, реальном мире. Вам никто, собственно, не нужен? Повторяю, никто. Вы никому не рассказали о вашем сеансе? Что вы, доктор, чтобы меня приняли за сумасшедшую и опять направили к вам? Ну, хорошо. Переоденьтесь в Афелию, подойдите к озеру, сосредоточьтесь по формуле, которую мы с вами отработали, и, расставаясь с образом Афелии, бросьте венок в воду. Проследите, как он уходит под воду. Представьте, что венок был надет на голову Афелии и попрощайтесь с ней навсегда. Вот и все. Просто и эффективно. Как бы мне не броситься ее спасать, усмехнулась Аня. Да что вы, Ньюфаундленд, что ли? Не очень серьезно спросил доктор Розов. Стойте себе на берегу и наблюдайте, как тонет несчастная, сумасшедшая девушка. Побудьте в образе равнодушного, тупого обывателя. Это иногда очень полезно для оздоровления психики. Было солнечное сентябрьское утро, наверное, сэкономленное на одной из летних гроз. Аня шла по протоптанной, засыпанной высохшими сосновыми иголками тропинке. Во что? За соснами скрывается море. Она верила легко. Но в то, что они заслоняют лесное озеро, почему-то не верилась. И правда, тропинка вывела ее на грунтовую дорогу. За грунтовкой возвышались старые ели, раскидывая свои ветви на полдороги. Видимо, по ней редко ездили. Но Аня почувствовала запах бензина от недавно проехавшей машины. И след от протекторов на влажном песке был свежим. А тропинка бежала дальше. За ширмой из огромных елей прятались березы и еще какие-то заросли незнакомых Ане растений. Дальше деревья и вовсе стали отступать от тропинки, и девушка пошла веселее. По реальному миру ей нравилось шагать гораздо больше, чем по миру бессознательного. На полянах было много мелких диких цветов, и Аня стала неумело сплетать из них венок. Цветы ей не давались, ломались и выскальзывали из венка. Хорошо, что ей попались несколько розовых стеблей иван-чая, прочных, как веревка. Правда, Аня избегала их после той автомобильной аварии на Калтушском шоссе, когда она впервые увидела погибших, умерших не своей смертью людей. Теперь у венка была прочная основа. К тому же попались лютики, о которых говорила Офелия. Где только было найти ногти мертвеца, может, они здесь и не растут, а только в Датском королевстве. Только она пошла дальше, как запнулась о какой-то выползший на тропинку корень и попыталась сообразить, какой сегодня день. Старая примета еще со школьных времен. На левую спотыкаться можно по нечетным дням, на правую по четным. Аня так и не вспомнила, какой сегодня день, поэтому решила, что и эту старую примету давно пора послать подальше вместе с черной кошкой и желтым властелином. Чем она сейчас и займется. На секунду она остановилась, какая-то мысль мелькнула у нее, обрывок воспоминания. Но она махнула рукой и зашагала дальше. Тропинка свернула и побежала вниз по склону. Вскоре Аня услышала журчание ручья, который бежал по совершенно рыжей пойме, вынося откуда-то из-под земли природную ржавчину. С рыжим ручьем ей было по пути. Он тоже бежал в лесное озеро. Вот за деревьями Аня увидела голубой просвет и сразу же почувствовала прохладу лесного водоема. Пора было входить в образ. Она поставила на камень спортивную сумку, достала из нее длинную ночную рубашку и стала торопливо раздеваться. А вот одевалась она опять, медленно и неторопливо, словно надевала на себя вместе с сорочкой образ безумной Афелии. Жаль, что у нее не длинные волосы. Распущенные волосы и такой дикий венок смотрелись бы лучше. Хотя, кто ее видит? Афелия в цветах, в уборе, из майских роз и нимф речных, в кудрях, с безумием в обзоре, внимала звуком дум своих. Я видел, Ива молодая томилась, в озеро клоняясь, а девушка, венки сплетая, все пела, плача и смеясь. Я видел. Ничего он не видел. Не видел поэт, как Афелия шла к лесному озеру, и хотя лицо ее стало бледнее, а глаза сверкали странным огнем, она вскрикивала, наступая на сосновые шишки босой ногой и приподнимала подол сорочки, чтобы не запачкать его травой. Из венка ее выпадали мелкие лесные фиалки с мягкими стебельками. Афелия подумала, что по этим голубым следам можно будет найти ее. Озеро было небольшое, размером со школьное футбольное поле. К тому же, со всех сторон оно зарастало травой, только в том месте, где на берегу терялась тропинка, был песчаный спуск. Огромная ива наклонилась над озером, которое в этом месте было темным и, видимо, глубоким. Гибкие ивовые стебли едва касались листьями тихой воды, точно дразнили кого-то, сидевшего в глубине. Ну что же, прощай, Афелия, страшатся ли безумные смерти, жутко ли было тебе, сумасшедшей девушке, когда ты упала в воду, когда пузырем надулось платье, держа тебя на поверхности. Ты, может, еще ничего и не понимала и глупо смотрела, как падают на воду цветы из твоего венка и листья потревоженной ивы. Но когда материя намокла и из спасительной рубашки превратилась в тяжелый гнет, его тяжесть потянула тебя на дно, и когда вода вот-вот должна была сомкнуться над тобой, инстинкт жизни вдруг разбудил твое сознание и ты вспомнила все и захлебываясь, давясь, задыхаясь, была уже той же Афелией, которую любил принц Гамлет. А ей идет ночная сорочка и этот глупый венок услышала она сзади знакомый по насмешливой интонации и холодным ноткам голос. Аня резко обернулась. Еще несколько лесных цветов выпали из венка и упали на белую ночную рубашку. В десяти метрах от нее стояла мачеха Тамара и ее телохранитель Володя. Мачеха вновь была в белом спортивном костюме, но в другом с черной пумой на груди. Володя улыбался своей китайской улыбочкой. Никита Фасонов ее очень похоже нарисовал в образе Афелии, сказала Тамара, «Только в нашей Афелии больше жизни, но это ведь временно, правда, Володя?» Охранник не ответил и уже не улыбнулся. Он смотрел на Аню, как смотрит хищник из зарослей на свою добычу. Он был готов к прыжку и только ждал команды. «Значит, портрет действительно был?» спросила Аня, но без удивления в голосе. Вернее, его копия. А нарисовал его фасонов. «Еще один мерзавец или ты ему что-нибудь наврала?» «С каких пор ты стала мне тыкать, милая падчерица?» огрызнулась Тамара. «Впрочем, это уже все равно. Все-таки как мне везет на талантливых людей?» художник Василий Иванович Лангин деловой человек Велен Сергеевич Пафнутьев киллер от киллера черта Володя доктор Розов юродивый иероним актриса Анечка «Чьи это ты стихи сейчас читала? Свои собственные?» «Ах, блока!» «Я чуть не разревелась от избытка чувств». «Какая актриса в тебе умирает?» «Умирает?» «Хм, умирает, Анечка, умирает. Ты же знаешь, чем кончилась эта пьеса. Лучше меня. Офелия утонула. А эту пьесу надо сыграть до конца. Доктор Розов тебе же все это доходчиво объяснил. Если тебе будет легче, представь, что это Офелия утонула, а себя вообрази живой. Хочешь что-то спросить? Будешь тянуть время? Ну, хорошо, только без соплей и молений. Я к тебе не так плохо относилась, как ты думаешь. Мне, конечно, будет тебя жалко. Меня даже будет иногда мучить совесть, не веришь? Я написала эту пьесу и дала тебе эту роль, пусть в соавторстве с Шекспиром. Мне жалко некоторых действующих лиц, но менять в действии ничего нельзя. Спрашивай. Тебя, наверное, больше страха перед смертью, раздирает сейчас любопытство. Кто убил Пафнутьева, спросила Аня, не узнавая своего голоса. Володя. Он был среди рабочих, которые развешивали картины, а потом отвозили их в мастерскую Иеронима. Аккуратно, как на уроке ответила мачеха Тамара. Значит, Иероним не убивал. Не он убил негодяя. Ты говоришь это с каким-то сожалением. Нравилась роль жены убийцы? Умер Велен Сергеевич не потому, что был негодяем. Он погиб из-за своего слишком большого таланта. Он был нашим всем, как Пушкин. Можно хотя бы Блока и Пушкина не трогать. Почему-то именно это задело Аню. Желание приговоренного закон? Но это было твое последнее желание. Велен Сергеевич, как ты недавно заметила, был и пропагандистом, и агитатором, и организатором. Его было слишком много. Он был везде. Он все знал, все предусмотрел. И он был очень опасен, как человек, не верящий ни во что и не любящий никого. Я чувствовала, что наш бизнес уже его не устраивает, что он тяготит со мной, что я мешаю ему. Если бы он захотел, Анечка, он бы вас поставил на мое место и сделал своей любовницей. Он даже намекал мне на это, мерзавец. Он был слишком сильной фигурой, а наша игра была для него слишком мелкой. Поэтому я убрала его, чтобы спокойно жить, зарабатывать на разработанной им схеме. А что касается твоего мужа, то этот неврастенник и сумасброд казался Велену Сергеевичу очень опасным. Он очень жалел, что взял на роль Мазилы и Иеронима. Его привлекла сначала известная фамилия Лонгиных. Поэтому я убила двух зайцев. Иероним убийца, пафнуть его жертва. Все очень просто. Но следователь Корнилов докажет, что Иероним не убивал. У следователя Корнилова есть умный начальник. Если завтра в деле не будет поставлена окончательная точка, Корнилов получит строгий выговор, а если он заартачится, то будет отстранен от следствия. Ты сказала на роль Мазилы? Что это значит? спросила Аня. Ты что издеваешься? Мачеха Тамара вдруг побледнела. Постой. Ты что не понимаешь о чем речь? Тебе Иероним ничего не говорил? Зачем же ты тогда мне говорила? Дура девчонка, ты же подписала этим себе смертный приговор. Она несколько секунд раздумывала. Теперь уже поздно. Уже ничего не переписать. Какая же ты дура, сказала мачеха в сердцах. Коллекция Василия Лангина не сгорела. Дом сгорел, но коллекции там уже не было. Твой муж мазал, вернее замазывал шедевры своей авангардной билибердой, а картины шли на запад, где продавались шедевры, а не мазня. Конечно, таких двуслойных картин было из пяти одна, не больше. Велен Сергеевич не давал нам зарываться. Велен Сергеевич нашел коллекционеров, все продумал, все предусмотрел. Зачем он мне после этого был нужен? Зачем теперь ты? Зачем все это вообще? Как все это сложно. Может, Володя был прав убивать просто и надежно? Нет. Я придумывала смерть для Пафнутьева. Придумала эту карикатуру, чтобы вина пала на Иеронима. Эти нарисованные уши, уши, можно действительно спятить. Вот ты, бедная девочка, и сошла с ума. Начались видения, тонущая кукла, Офелия на картине, открытая книга. Это все делал Володя. Как он выразился, играл в куклы. Может, не так здорово, как ниндзя, но для разведчика с ключом от квартиры в кармане это было несложно. Все подтвердят, что у девочки поехала крыша, а доктор Розов еще напишет врачебное заключение. Не только денег заработал, но еще ночь любви себе обговорил гадина. Это будет самоубийство сумасшедшей девушки, спятившей от горя и вообразившей себя Офелией. Очень грустная история. Одни таланты. Вот только в чем действительно талант. Профессиональной пианистке из меня не получилось. Может, мое призвание красивое убийство, как ты думаешь, Анечка? Твое признание быть стервой. И даже если ты будешь когда-нибудь в старости помогать бедным сироткам или кормить нищих супом, ты все равно останешься стервой. О, я не буду выжимать из себя ответные оскорбления. А мертвых, как говорится, или хорошо, или ничего. Володя, я, пожалуй, пойду к машине. Сделай все аккуратно. Синяки, царапины допустимы. Может, она сорвалась с Ивы? Но тогда кусок ткани на дерево повесь, цветов набросай. И не забудь оставить на Иве листок из этой книжки о смерти Офелии, чтобы было простое самоубийство на почве помешательства. Ну, не мне тебя учить. А Василия Ивановича тоже убила, ты спросила Аня. А зачем? Старик и так был неизлечимо болен. Еще годик-другой и... Но он сам ускорил события. Захотел, видишь ли, среди ночи чайку с крыжовенным вареньем, а баночка была наверху в буфете. Остальное ты знаешь. Прощай, Анечка. Если там что-то есть, то ты мне еще скажешь спасибо за мученическую смерть и за хорошее место на том свете. А если там ничто, то и говорить не о чем. Вот и все. Вот тебе черная кошка. Вот тебе желтый властелин-пластилин, он же китайский император. Сейчас, когда к ней приближался хладнокровный умелый убийца, Аня вдруг вспомнила слова доктора Розова о стереотипах человеческого поведения в аварийной ситуации. Она даже горько усмехнулась, прислушиваясь к себе. В какую сторону толкнет ее собственный страх? Попытается ли она бежать, сломя голову, царапая босые ноги? Впадет в ступор, не в силах сдвинуться с места или броситься на убийцу Володю, ничего не соображая в сумеречном состоянии. Он был уже в двух шагах от Ани. Она смотрела на его высокие военные ботинки и почему-то старалась спрятать босые ноги, будто опасалась, что может он ей их отдавить. ей самой это показалось странным беречь ноги за несколько секунд до смерти. «Не боись, больно не будет», тихо сказал Володя. «Ты только не ори». Потом в голову пришла мысль, что она может ему понравиться как женщина. Но тут же, не дожидаясь, когда скроется это, явилась другая. «Надо защищаться, как учат на курсах самообороны в книжках, в телевизионных передачах. Надо ударить острым каблуком в подъем стопы или кроссовкой в пах. Как же бить маленькой замерзшей босой ногой?» Анна почувствовала, как уверенная рука сильно пригнула ее к земле, а потом на затылок опустилось что-то жесткое и тяжелое, как обух топора, и одновременно тихая, душная, как подушка. Она увидела на поляне своего внутреннего советчика, но это была уже не Офелия, а следователь Корнилов. А где же Офелия? Офелия умерла. Глава 25. «С рассвета Валентина в день я проберусь к дверям, и у окна согласие дам быть Валентиной вам». Аня попробовала открыть глаза, и это у нее получилось. Ее новый внутренний советчик не пропал. Он сидел у ее кровати и был совершенно обычным человеком, без всякого голубого сияния. Она хотела спросить об этом, но даже от едва заметного движения рта дико разболелась голова. «Что?» спросил Корнилов. «Какое сияние?» «Аня, наверное, интересуется вашим сияющим лицом», раздался женский голос у изголовья. Аня закатила глаза, чтобы увидеть ответившую женщину. Та помогла Ане, склонившись над ней. Оля, кажется, еще чуть-чуть постарела, или это так кажется, потому что она наклонилась вниз? «Как же мне не сиять», сказал Максим. Исполнителя и организатора убийства пафнуть его взяли. Доктора соучастника тоже. Невинный человек будет оправдан, а Аня успели спасти. «Успели? Ну, знаете ли, возмутилась Ольга Владимировна, знаете, сколько вы ехали?» «Как вы позвонили, а потом встретили нас на шоссе, прошло два часа с копейками». «Хм, хороша оперативность». «А вы думали, что у меня ОМОН на коврике в прихожей спит, свернувшись калачиком?» «Тоже завелся Корнилов». «А дежурная машина тарахтит всю ночь, заведенная под моими окнами». «Да вы, рыцарь, должны были скакать на первой попавшейся кляче, вооружившись колотушкой для отбивания ковров, чтобы спасти такую женщину». «Перестаньте ругаться», попросила Аня, уже привыкая к головной боли. «Кажется, я в санатории. Тогда пусть мне дадут что-нибудь от треска в голове. И расскажите все по порядку, без криков, а то ваши восклицательные знаки бьют меня по башке, как дубинки». Корнилов выбежал за дверь, а Ольга Владимировна положила ладонь на Анин лоб. «Какая у тебя прохладная рука! Тебе так полегче? Да, хорошо. Жаль только, что она быстро нагревается. Я поменяю руки. Вот так. Муж жалуется, что у меня и зимой, и летом холодные ладони. А сейчас пригодились». С таблеткой и водой пришла рыженькая медсестра, имя которой Аня не могла вспомнить и даже перепугалась от этого. «Вам плохо?» спросила медсестра. Аня быстро вспомнила маму, папу, мужа, свой маленький поселок, тему диплома, Офелию. «Нет, все в порядке», вздохнула она с облегчением. «Только головная боль и больше ничего». «Михаил, ты можешь не ходить по комнате?» спросила она, с трудом проглотив какую-то неудобную таблетку. «Оля, крикни на него, пожалуйста, чтобы он сел и начал рассказывать». Когда я стал проверять всех, с кем мог войти в контакт Пафнутиев в день убийства, заговорил наконец Корнилов, у меня никак не сходилось число рабочих, которые работали на выставке. По документам их было пятеро, но им самим казалось, что на выставке их было шестеро. Вот этим шестым я и стал заниматься. Плохо только, что работяги не могли мне описать его внешность, только общие габариты. Но одна коммунистическая бабуля на улице в этот день привязалась ко мне со словами «У вас тут хулиганы бегают, матерятся, толкаются, а вы, милиция, мер не принимаете». Я думал, уже точно так же поступить с бабулей, как неизвестный хулиган, но сам не знаю, почему, стал ее расспрашивать. Бабуля его хорошо запомнила, она его назвала богатырским китайцем. А потом, около твоего дома, мне попался в сумерках похожий человек, правда, на китайца он похож не был, но разрез глаз у него смахивал на азиатский. Мне бы у него тогда спросить документы, но меня подвел интерес к востоку. Уж китайца я могу отличить. «Это называется больно умные менты пошли», съязвила Ольга Владимировна. «А вам, обывателям, все плохо, и умные, и глупые», отреагировал Михаил. «Обывателям хочется гармонии». Только немного полегче стало, застонала Аня, и опять начали свои дебаты. Все, все. Но тут пристал ко мне знакомый журналист. «Есть что-нибудь интересненькое?» Его отделы отфутболивают друг другу. Я не знал, что ему такое подкинуть, чтобы мне потом не влетело. Тайна следствия и все такое. Думал, думал. «Ты сам ты знаешь, чего хочешь?» Он мне отвечает, «Вот бы такой материалец, как год назад». Он тогда увидел объявление, что какой-то японец преподает ниндзюцу. Это техника древних японских лазутчиков. Репортер мой пошел записываться и сразу раскусил, что какой-то наш нежидко образованный, но зелоумный пацан построил на фанатах Брюса Ли и Чака Норриса настоящую финансовую пирамиду. Пользовался этот Володя только одним, своим отдаленным сходством с азиатами и знанием человеческой психологии. Описал он внешность этого человека. Чувствую, что это он самый. Только вот журналист говорит, он нам его тепленьким еще тогда передал. Должен был сидеть. Сам репортер уже интерес к нему потерял. Желтая пресса. Дальнейшая судьба человека их не волнует. Нет сенсации, нет человека. Проверяю. Оказывается, Владимир Пономаренко отпущен за недоказанностью вины. Вы не смогли доказать факт личного обогащения. Володя этот, как выяснилось, служил в разведроте, участвовал в боевых действиях. Современный ниндзя. Как пишут в книгах, вот за этими размышлениями застал его звонок Ольги Владимировны. Корнилов сделал жест рукой, приглашая на сцену другого исполнителя. «А мне рассказывать нечего», заговорила Оля. «Я всю ночь не спала. Мне эта история не давала покоя, предчувствия, интуиция. Мне же Аня все рассказала. И я почувствовала, что близка развязка, что Аня угрожает опасность, что неспроста ее выводят на этот тихий бережок в театральном виде, загримированную под юродивую. Тогда я по мобильнику стала искать Корнилова через дежурную часть города, потом по району и дошла наконец до его квартиры. А чтобы показать дорогу к озеру, поехала навстречу. «Она тебя, Аня, спасла от смерти», сказал печально Корнилов. Аня сняла с лба уже теплую руку Ольги Владимировны и прижала к губам. Та быстро отдернула узкую ладошку, но тут же сама обняла Аню и поцеловала ее в лоб. «Я действительно мог опоздать», сокрушенно добавил Михаил. «Я все время опаздывал со своими выводами на один день». «А ты поверил, что у меня видение и все такое?» спросила Аня. «Да нет, я же говорю, что встретил китайца недалеко от австрийской площади». «С этого момента я тебе верил». «А до этого?» «Ну, до этого. Пока идет сбор информации, какие-то выводы». Корнилов смутился, забубнил что-то бессвязное и окончательно сбился. «Зато как они лихо подлетели к озеру», спасла его на этот раз смягчившаяся Ольга Владимировна. «На ходу вывалились из машины». «Этот азиат успел тебя все-таки оглушить и тащил в воду крокодил». «Омон эту тетку!» «Тамару Лангину», подсказал Корнилов. «Тамару на землю положил. Ты бы видела Аня ее физиономию, когда ее в машину повели. Нос черный, а в голове какой-то голубенький цветочек застрял. А этот убийца тебя на руках несет и кричит «Я свой, сдаюсь, фиксируйте явку с повинной и спасение утопающей. ОМОНовцы, правда, не такие умные, как Корнилов оказались. Подумали, что он тебя в заложнице взять хочет. Поэтому китайцу потом здорово досталось». «А где был Корнилов?» Вдруг спросила Аня, даже привстав на локте. Михаил стал делать Ольге Владимировне какие-то судорожные жесты и жуткие гримасы. «Оля, он, когда морщится, тоже на китайца похож», засмеялась Аня. «Говори, говори». А следователь Корнилов, положив потерпевшую на травку, забыл об исполнении служебных обязанностей, влюбленно на нее смотрел, а потом наклонился и подлинно так поцеловал. «Не было», крикнул Красный от смущения Корнилов. «Если надо, свидетелем пойду», возмутилась женщина. «Под присягой пойду». «Я, может, проверял ее на предмет жизни». От волнения следователь перешел на великий и могучий милицейский протокол. «После такой проверки вы обязаны на ней жениться», сказала Ольга Владимировна. «Но потерпевшая замужем», тихо ответил Корнилов, грызя ноготь. «Да какая она жена», сказала Ольга Владимировна, обнимая Аню и прижимая к себе. «Ей бы еще в куклы играть, девчонка совсем, но с этого дня она уже взрослая, настоящая женщина». «Слушай, Корнилов», вдруг вспомнила Аня, «ты же рецепт зеленого чая так и недорассказал, он от головы помогает?» «Он от всего помогает, это же чудодейственное средство». «Весь медперсонал этого санатория можно разогнать, а пользовать пациентов и просто отдыхающих только этим снадобьем». «Только я тебе этот рецепт потом расскажу». «Когда?» Корнилов сделал какое-то хитрое дыхательное упражнение, а потом выдохнул. «После нашей свадьбы». «Но этого никогда не будет», засмеялась Аня. «Значит, я унесу этот секрет с собой в могилу». «На здоровье! Оля, ты видела наглеца? Он хочет, чтобы я живого мужа променяла на пачку зеленого китайского чая». Заключение «Дальнейшее молчание». На дворцовом мосту лицом к Академии художеств стояли мужчина и девушка. Мужчина был коротко пострижен, лоб и нос его были темными от загара, а белая кожа подбородка показывала, что летом у него была борода. девушка своей челочкой походила на студентку первокурсницу, но кошачья пластика движений выдавала в ней молодую, знающую себе цену женщину. Было видно, что парочка придвинулась близко друг к другу только для того, чтобы шум проезжающих мимо автомобилей не мешал разговору. «Я отдал подписку о невыезде», сказал мужчина, «теперь прохожу уже по другому делу, незаконный вывоз и продажа художественных ценностей за границу, а моя старая статья нравилась мне значительно больше». «Большим авторитетом в камере?» спросила девушка. «Нет», он улыбнулся, «тем, что в твоих глазах я был другим, не героем, но кем-то настоящим, взявшим на себя грех, убившим гадину. Я ведь и сам поверил, что я убил Пафнутьева». Подошел так запросто и воткнул ему в ухо эту штуковину. Но оказалось, что я даже не знаю, как ее держать. Я целый день тренировался, чтобы показать на следственном эксперименте, что я убил, но переволновался и все забыл. Вот только насмешил всех. А потом ведь негодяя надо убивать не сразу, а сказав ему все в лицо, а затем ударить его кинжалом в грудь, в самое сердце. Этому тоже надо учиться. Ты, кажется, помолодел. Это из-за бороды мужчина провел рукой по непривычно голому подбородку. Да нет, ты стал говорить, как мальчишка. А еще говорят, что в тюрьме человек грубеет, взрослеет. Там по-разному бывает, сказал он неопределенно, но я ни о чем не жалею. Все-таки я тебя встретил и любил. А теперь? И теперь люблю. Но мне нужно было многое пережить, чтобы научиться говорить простые человеческие слова. Когда они поймали меня в своей сети, сделали маляром с окладом главы Газпрома, я понял, что это мой конец. Я всегда отешил себя мыслью, что мне ничего не надо, только писать и больше ничего. Оказалось, мне надо слишком много и еще больше. Я чувствовал себя чудовищем рядом с красавицей. Тогда я решил, что нам нужно расстаться, иначе я погублю тебя и в прямом и в переносном смысле. Я предчувствовал такую развязку. Я понимал, что все это кончится трагически. Два таких паука, как Пафнутьев и моя мачеха, убьют друг друга и погубят нас с тобой. Нам надо было расстаться, но я был слишком слаб, чтобы бросить тебя. Сильная любовь слабого человека. Тогда я стал делать все, чтобы ты разлюбила меня, возненавидела и сама ушла, а еще для того, чтобы Тамара и дядя Виляй перестали воспринимать меня всерьез как опасного партнера, и мне меньше угрожала опасность. Хотя Пафнутьев подозревал меня, шпионил за мной. Тебя вот вербовал в стукачи. Когда же я почувствовал, что мы находимся на грани разрыва, я этого очень испугался. Я понял, что не смогу жить без тебя. А теперь повторила она тот же вопрос. Теперь смогу. Теперь я смогу жить без очень многого. Значит, ты бросаешь меня, спросила девушка. Да, я бросаю тебя, ответил мужчина и бросил в него недокуренную сигарету. Тебя, наверное, посадят, спросила девушка. Конечно, гордо ответил мужчина. А что потом? Потом будет совсем другая жизнь. Я могу поехать в тот монастырь. Помнишь, где акулиные пряники? Женюсь вот на ней, если она к тому времени не помрет, ведь кто-то же должен на ней жениться. Может, уеду в самую пьяную провинцию России, в самую пьяную, подниму статистику употребления алкоголя на душу населения, найду самую вопиющую область и уеду туда спасать от гибели детишек. Буду лечить их рисунком и живописью. Ироним, а если я не уйду, не брошусь? Мужчина на некоторое время отвернулся, ища в дальнем от девушки кармане пачку сигарет, но долго ее не находил, потому что она была в противоположном. Давайте не будем строить новый дом на старом финском фундаменте, сказал мужчина. Дом Лангиных сгорел. Они немного помолчали. Ань, а ты знаешь, сказал он, внезапно оживившись, я же снял слой краски с автопортрета отца. Ну, в правом углу серое пятно, понимаешь? Знаешь, что я обнаружил под слоем краски? Что хотел Василий Лангин там изобразить? Думаешь, какой-нибудь ужас? Призрака? Дядю виляя? Ничего подобного. Там легкими мазками была набросана падающая со шкафа ваза. Помнишь, с длинным горлышком под греческую амфору? Любимая отцовская ваза. Отец смотрит на нее с ужасом, а Тамара, как всегда, с усмешкой, мол, падает на счастье. Я бы так и назвал картину «На счастье». Как ты думаешь, Аня, может, все действительно разбивается на счастье? Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос-ВОЗ» январь 2006 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Ирина Воробьева. Корректор А.